Снила о том, что она произносила слова «срань Господня» многократно, и сказала о том, что она произносила еще один из куплетов, касающийся патриарха. Все подсудимые говорили о том, что они феминистки, и они считают вполне обоснованным подобный молебен, приравнивающий феминисток к Богородицам. И что феминизм – это то, что допустимо русской православной церкви. Все это не соответствует действительности, потому что известно, что является смертным грехом, как считают православные, к смерти души, в том числе все неестественные проявления человека, связанные с его жизнью. Все попытки подсудимых представить дело так, что в одном храме и так, а в другом храме и эдак. Они несостоятельны. Мы здесь выслушали служащих храма Богоявленского. Группа, пусть и райд, к которой они себя относят, использовали данный храм для тренировки и для получения видеоряда для ролика Богородицы Прогани Путина. Служащие храма Богоявленского показали о том, что и в том храме действие было в тех же нарядах, в масках. Были микрофоны на штативах, была звукозаписывающая аппаратура. Все действия и пляски совершались в непосредственной близости от икон, рядом со святынями, с мощами святых апостолов и священников Русской Православной Церкви, которым более тысячи лет, и которые являются святыней для православных. Ну, о конкретных действиях подсудимых в целом подробно рассказал представитель государственного обвинения. То, что надевались маски, то, что прыжки на омвоне, вскидывание ног, чтобы было видно, как говорили потерпевшие, все, что ниже пояса. Мне хотелось бы обратить внимание на те удары, воображаемые удары, которые наносились потерпевшими в адрес стоящих перед ними православных верующих. Это удары кулаками. Они не били им прямо в лицо. Но нанесение таких ударов, естественно, свидетельствует не о любви подсудимых к лицам, в адрес которых они направляют свои удары. Они, естественно, свидетельствуют о их негативном отношении к окружающим, о их ненависти и вражде к этим людям. Кроме того, слова, которые произносили потерпевшие в момент нанесения воображаемых ударов, оскорбления Господа и Богородицы, также свидетельствуют о вражде и ненависти подсудимых.